Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кировской области хотят ввести налоговый вычет на развитие связи. Инициатива внесена губернатором Александром Соколовым. Она предполагает установление для организаций, которые занимаются развитием сотовой связи, налогового вычета по налогу на прибыль 90% от первоначальной стоимости созданного объекта. Преференцию по налоговому вычету планируют предоставить организациям Кировской области, работающим в сфере связи на базе беспроводных технологий. Проект нацелен на обеспечение устойчивой связи малых населенных пунктов и автодорог. Законопроект уже согласован с налоговой. Проект закона будет представлен на рассмотрение депутатам 24 июля на очередном пленарном заседании. Кировская область выделит более миллиарда рублей на повышение зарплат бюджетников. Правительство региона подготовило поправки в бюджет. Выделяются дополнительные средства на подготовку к зиме, ремонт дорог. Также на 1 миллиард 200 миллионов рублей вырастет фонд оплаты труда. На поддержку семей с детьми дополнительно предусмотрено 200 миллионов 112 на выплаты многодетным семьям вместо предоставления бесплатной земли. Полмиллиарда предлагается направить на покупку оборудования для двух строящихся школ в Кирове – Бурванцево и на улице Рудницкого. Также власти направят 380 миллионов на меры поддержки участников СВО и отдых детей из Белгородской области и подшептного Веселовского округа Запорожской области в лагерях нашего региона. Рассмотреть поправки в бюджет ЗАГС собранию предстоит тоже 24 июля. В эфире «Экономика». В Корею отправили тысячу тонн топливных гранул из Кировской области. Это объем поставок с начала года, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмурской республике и Пермскому краю. Последняя партия – 52 тонны. Она, как и другие, соответствовала фитосанитарным требованиям страны-импортера. Лабораторный контроль показал отсутствие карантинных вредных организмов. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове.